Здравствуйте, меня зовут Кунагбаева Эльза Ильфатовна. Меня зовут Антон Олегович. Мы являемся преподавателем кольжи БГПУ имени Акмулы. Очень часто люди, начиная занятия физической культурой, спортом или фитнесом, совершают одну и ту же ошибку. Идут в спортзал, начинают самостоятельные занятия, идут в фитнес-клубы, не учитывая состояние своего организма и рекомендуемые виды тренировок, которые поспособствовали бы достижению поставленной цели и ждут мгновенных результатов. Потом мы удивляемся, почему же я тренируюсь, чувствую себя не так хорошо и мое тело далеко от совершенства. Действительно, активный образ жизни, тренировки, сбалансированное питание всегда идут на пользу здоровью. Но сделать работу над собой еще эффективнее поможет детальная диагностика на аппарате для биоимпедансного анализа состава тела. Сегодня я хочу познакомить вас с одним из них, с аппаратом InBody. Тест на аппарате InBody актуален как для спортсменов, которые за счет набора мышечной массы и жиросжигания стремятся качественно улучшить свое тело, так и для тех, кто решил снизить вес, а именно жировую составляющую. Это соотношение мышц и жира как раз и позволяет определить InBody. Тест на аппарате InBody – это определение сопротивления тканей к току. Через верхние и нижние конечности проходит электрический ток низкой интенсивности. Человек его даже не чувствует. По сопротивляемости ткани аппарат определяет импеданс различных участков тела и на основании этого регистрирует множество показателей, за динамикой которых затем можно наблюдать. Для проведения процедуры тестирования испытуемый снимает обувь, носки и встает босыми стопами на платформу ростомера. Касаться ростомера нельзя. Необходимо выпрямиться, потянуться макушкой вверх и приступить к процедуре измерения роста. Дождавшись окончания измерения роста, переходим на платформу анализатора. Необходимо дождаться процедуры измерения веса, ввести показания роста, номер ID, например номер телефона, ваш возраст, пол. Испытуемый берется за ручки анализатора и следует голосовым подсказкам. Большие пальцы на датчике и разводим в стороны. Руки прямые, смотрим вперед. Да, так, измерение завершено. Возвращаем обратно, вниз. По результатам теста, относительно всех показателей, указывается недостаток, норма и превышение. На какие из них стоит обращать особое внимание. Общее количество воды в организме. Протеин. По этому показателю можно судить о том, как человек потребляет белок. Если показатель снижен, в процессе жизнедеятельности, тренировок будут уходить мышцы, что нежелательно. Превышение протеина также быть не должно. Это, как правило, тяжелая пища, а поэтому организму требуется большое количество энергии на ее расщепление. В идеале показатель должен быть приближен к верхней границе. Минералы. Этот показатель определяет уровень минерализации костей. Содержание в них кальция, фосфора. Содержание жира в теле. По графику можно понять, в норме он, в недостатке или в избытке. Безжировая масса. Это общий вес минус вес жировой ткани. Индекс массы тела и процентное содержание жира. Эти показатели вычисляются, исходя из роста, веса, возраста человека. Анализ тощей массы по сегментам. Анализ жировой массы тела по сегментам. Здесь можно увидеть, как в разных сегментах тела располагаются мышцы и жир, насколько гармонично телосложение. Оценка InBody. Чем выше балл выставляемой системой, тем качественнее тело. Мышцы, мускулистость, рельефность его повышают. Контроль веса. Более точный анализ и рекомендации даст спортивный врач. Тем не менее, в этом столбце InBody сам подсказывает, сколько набрать мышц, сколько убрать жировой массы. Рекомендуемый прием калорий. Это субъективный показатель. Цель во многом зависит от физической активности. Его лучше проанализировать в паре с диетологом. Если вы спортивный, активный и вес у вас стабилен, ради интереса можно проходить тестирование раз в год. Если же ваша цель набрать мышечную массу или похудеть, делать его рекомендуют один раз в месяц. Желательно делать тест на неактивный организм до тренировки. Последний прием пищи перед тестом должен быть за полтора часа, чтобы пища, которая находится в желудке, успела эвакуироваться и усвоиться. Иначе аппарат может посчитать ее за жир. Кроме того, до теста необходимо сходить в туалет. Перед тем, как встать на весы, желательно снять одежду и остаться в белье. Сдать антропометрические показатели, рост и вес. Некоторые модели вычисляют показатели самостоятельно.